За электричество миллион рублей. Энергетики и судебные приставы вынуждены прибегать к крайней мере принудительному взысканию задолженности. В совместном рейте побывала Серглана Захарова. Первый пункт – частный коттедж по улице Котенко. Здесь долг за цвет и тепло превысил 500 тысяч рублей. Хозяина дома не оказалось, только родственники. Потребитель-должник не платил по счетам на протяжении продолжительного времени. Решение суда об уплате долга не исполняет, хотя уведомления получал регулярно. Однако в этот раз меры более жесткие. Поскольку потребитель в определенный срок не исполнил требования судебного решения об уплате задолженности, сегодня тут же отключили электричество дистанционно с помощью прибора учета РИМ. Становится сейчас в данный момент на опорах для контроля абонентов. Всего лишь нужен мобильный терминал, ну и сам прибор учета, который находится на опоре, его можно увидеть на столбе, визуально все видно сразу, что там подключено, как подключено. Нету. Света нету, да? Нету, да. Ну вот, вас отключили дистанционно, без нарушения схемы. Получается, провода ничто там не резались, включить его у вас не получится. Если вы нальмете какого-нибудь знакомого электрика, который залезет, то это будет визуально видно, и тогда опять будет штраф за незаконную подключение. А когда включите? Когда уплата долгов будет. Более миллиона рублей долга. Наш следующий должник руководит строительной фирмой. По словам сотрудников, руководитель сейчас в командировке. Для проверки едем к нему домой. Дверь закрыта, никого нет. Уже перед отъездом застаем родственника. Именно ему энергетики передают предупреждение об административной и уголовной ответственности. Если до 12 марта долг не будет оплачен, имущество хозяина фирмы будет арестовано. Принедлительное взыскание является крайними. ПАО «Якутская энергия» готова пойти на реструктуризацию задолженности и составление соглашения с потребителем, имеющим задолженность. В случае неисполнения соглашения будут также осуществлены принедлительные меры по взысканию задолженности. За 2017 год специалисты «Якутская энергия» взыскали через суды с должников за электро- и теплоэнергию более 700 миллионов рублей. 187 миллионов из них приходится на долю граждан. Таргалана Федорова, Илья Сырометников, Якутск.